На любые интересующие нас вопросы Вселенная всегда дает нам ответы в виде подсказок. Как это узнать? Можно разделить на несколько групп эту информацию. Первое. То, что мы видим. Это может быть любой знак, который вы можете увидеть своими глазами. Например, вы не можете принять решение, стоит ли вам согласиться на предложение о новой работе. Думаете, терзаетесь, и вдруг открываете журнал, и вам в глаза бросается фраза «Сделай это, и ты не пожалеешь». Поверьте, это знак, свыше организованный в ответ на ваш запрос. То же самое вы можете прочитать не только в журнале, а на рекламном щите, в книге, в интернете, на листовке, которую раздают на улицах и так далее. Но не нужно вчитываться во все подряд и специально искать подсказку. Это случается непредсказуемо и как бы случайно. Сюда же относятся образы, которые показывает вам природа. Это может быть облако в виде ответа на ваш вопрос. Это может быть листик дерева, цветок или что-то еще. Одной девушке, с которой мы работали по созданию отношений, при знакомстве с ее будущим мужем, постоянно стали попадаться сердечки. И детские рисунки на снегу сердечек, и пенка в кофе в виде сердечка, и много еще чего. Для того, чтобы научиться видеть такие подсказки жизни, нужно настроиться на определенную волну, быть в моменте здесь и сейчас. Только тогда можно понять, что говорит вам этот мир. Второе. То, что мы слышим. Это знаки, которые приходят через звук. Неважно откуда или от кого. С экрана телевизора, когда вы его только включили. От случайных прохожих обрывки фраз, которых до вас донес ветер. По радио в машине или звучащих песен. Главное не просто слушать, а слышать. Третье. То, что мы знаем. Это когда вам просто что-то кажется, непонятно почему и как можно это объяснить. Просто кажется и все. К такому голосу интуиции обязательно нужно прислушаться. Есть мнение, что интуиция – это разговор Вселенной с человеком. И в этом есть доля истины. Нужно лишь довериться высшим силам и слушать внутренний голос, а не логику. История человечества доказывает, что интуиция важнее ума. Интуиция ведет в будущее, создавая новое. А ум бродит по лабиринтам прошлого в поисках утраченной собственной значимости. Четвертое. То, что мы видим во сне. Такие знаки являются в сновидениях. Их ни в коем случае нельзя игнорировать. Те сны, которые очень четко и ярко врезаются в нашу память, вызывают эмоции и сильно впечатляют – это всегда знак свыше. Приснилась моя же, с которой у нас сейчас все сложно. Мы стоим на улице среди людей, и все как-то суета вокруг. И я пытаюсь его спросить. Почему она не звонит, не пишет? Она смотрит в сторону, молчит. Мне ужасно неловко. Но вдруг возле нас останавливается какая-то девушка и говорит. Вы не подходите друг к другу, и все. И здесь все ясно и без слов. Бывают даже вещи ясные. Но снятся они не часто лишь тем, кто открывает свой духовный мир проводникам и доверяет им. Пятое. То, что мы чувствуем. Такими знаками являются события, которые происходят в нашей жизни, чтобы донести до вас какую-то информацию. Чтобы было понятно. Приведу пример. Девушке нравится один в кавычках плохой парень. Она знает, что лучше с ними встречаться. Это сообщают высшие силы в разных формах. Об этом говорят и родные друзья. Ей снятся плохие сны. Интуиция говорит ей не нужно. Но она упряма в своих желаниях. И вот однажды он обращает на нее внимание, приглашает в кино. Зима. Она счастливая. Бежит к нему на свидание. На лестнице она ступается так, как гололед и падает. Это очень важный и сильный ушиб. Но на свидание она все равно иной идет. Хоть это очевидный знак. Остановись. Заканчивается эта история тем, что он делает ей больно. И еще долгое время она не может отойти от предательства. То, что она упала и было такой событийной подсказкой. Ответ на самый важный вопрос можно узнать практически всегда и в любое время суток. В любом месте и при любых обстоятельствах. Чтобы научиться замечать знаки, понимать, о чем вас предупреждают высшие силы, нужно прежде всего в них верить. Также важно уметь отвлечься от суеты. Остановить бесконечные мысли в голове. И не просто смотреть по сторонам, а видеть.